приветствую вас всех на своем канале рада вас видеть сегодня я хочу сделать для вас расклад который когда-то был запрос как заявка на индивидуальную консультацию напоминаю что по выходным я провожу блиц консультации на разные темы вот и в разделе сообществ на главной странице моего канала делаю анонс об этом и там был такой запрос на одной консультации да почему я не могу выбрать дело по душе то есть один из вопросов я решила значит это вынести на общий расклад и посмотреть что же ответят карты так выбирайте позиции и давайте мы с вами приступим напоминаю что вся информация о моих услугах есть в описании под любым моим видео мы с вами сразу без промедления приступаем позиция номер один голубенький камешек и давайте посмотрим первый вопрос для чего вам вообще дело по душе да то есть когда мы не понимаем корень причину нам сложно сделать вообще какое-то действие то есть когда у нас нету мотивации да то есть мы не понимаем нету понимания наш мозг никогда не будет подсказывать нам ответы потому что ему нужна конкретика поэтому с вами смотрим для чего вам дело для по душе вообще десятка пендаклей во первых потому что она дает вам она дело да она дает вам стабильность она она дает вам некую такую опору почву во вторых здесь дело по душе поможет как-то каким-то образом вашей семье и третий момент это финансовый возможно надо было начать сначала да с финансов потом все остальное но здесь уже не столь важно то есть финансовый аспект очень важен дело по душе я хочу на нем зарабатывать да я хочу монетизировать свое дело даже не только чтобы мне было приятно но еще это чтобы я получала за это либо получал за это деньги еще для чего вам нужно дело по душе была карта изобилия да просто потому что хочу жить жить хорошо изобильно причем нас так интересно я выбираю дело по душе но акцент делаю на финансы то есть мне такое ощущение что по сути вам нужно даже не само дело а нужны деньги нужны деньги потому что мне такое ощущение что дело по душе это вот как-то больше для вас лично идет как некое такое хобби от которого я получаю удовольствие но при этом я не хочу заниматься каким-то другим делом то есть ходить еще и параллельно например на работу поэтому есть ощущение того что я хочу монетизировать свое любимое дело чтобы совместить полезное и с приятным но первично вот именно приятное здесь выходит контексте финансов то есть вам любимое дело нужно для заработка поэтому здесь сразу же есть ответ на том чтобы подумать вообще с финансовыми с финансовыми вопросом немножечко поразбираться что такое деньги как они приходят как они работают то здесь вот как-то знаете как некая такая подноготная вроде бы мы говорим про дело по душе а любимое дело да подноготные здесь финансовые даже не столь финансовая что вам нужны эти деньги сколько если копать еще глубже здесь такое чувство что вам нужна комфортная стабильная жизнь когда бы вы чувствовали себя безопасности и не было ощущение нужды вот здесь вообще это с чего начали да сделала по душе и пришли как раз к тому состоянию когда я не хочу ни в чем нуждаться здесь нету крайности в плане того что я хочу там не знаю по первому своему желанию покупать все что мне там нужно и излищество здесь не произвели излищество здесь скорее про состояние внутренней души успокоения я не хочу переживать по поводу денег поэтому я выбираю изобилия я выбираю вот это вот состояние когда зона комфорта именно финансовая это то что мне необходимо да то есть я не говорю про роскошь хотя такое тоже может быть что вот вы любите любите роскоши потому что в роскоши есть вот этот вот лоск есть вот это вот красота эстетика это требует ваша душа потому что отра идет отражение вашего состояния вашей душе через это но здесь вот вам прям жизненно необходимо ощущать что вот есть деньги причем эти деньги можете не тратить а вот именно само понимание что есть деньги они дают вот как убеждения для вас деньги это спокойствие деньги это безопасность деньги это некие возможности но это уже вторичная да то есть первичная это вот пускай у меня на счету будут миллионы условно говоря да я также буду продолжать работать там где я работаю и делал то есть я я я не буду лениться но вот это вот само осознавание что на всякий пожарный да как люди любят говоря да либо на черный день вот у меня есть эти деньги вот для вас это здесь есть такие глубинные страхи от нищеты нищеты и если у вас и присутствует такой страх он вас присутствует это может стать для вас хорошей мотивации то есть я не хочу больше никогда в жизни чувствовать вот эту вот нужду и нищету и это будет меня мотивировать на достижение либо на совершение каких-то поступков и действий поэтому здесь мы разобрались да то есть я сразу вам рассказала и глубинные какие-то сценарии вот психологические аспекты что вам мешает найти ваше дело ту спиндакли когда у меня единички стали материалистами не знаю и десятка кубков что что вам мешает найти дело по душе если у вас его нет давайте я посмотрю она у вас есть знаете ваше тело по душе на как-то связано с глобализмом то есть это какой-то вот безграничное да обширное это то что охватывает не на какие-то вот большие большие объемы то есть это дело она может быть связано с людьми которые живут в других культурах других национальностей за пределами за границами причем границы не в плане территории границы и сознания то есть вам нужно там не знаю изучать что-то что за пределы нашей галактики за пределом вашего сознания за за пределами вот вы тот человек то есть если вы даже идете в мистику вам надо знать то что не знаю другие вам надо заглянуть туда куда не заглядывает никто если вы занимаетесь психологии психотерапии вы будете рассматривать то что непонятно то что неизвестно другим то есть вот здесь дело с одной стороны вот как-то глобализации больше единение я бы сказала чем разделение то есть то что объединяет людей то что объединяет не знаю умы какие-то до объединение здесь может быть с природой здесь вот какие-то не знаем профессии могут быть абсолютно с одной стороны нового поколения да там например искусственный интеллект и все что с этим связано с другой стороны могут быть профессии связаны с генетикой да там поиски всяких как называется этих белковых соединений то есть все что идет за пределы общепринятых понятий профессии другой стороны могут быть дипломаты люди разговаривают гиды гиды да когда я вот вожу причем гид не просто гид по тому какому-то европейскому городу а какие-то могут быть путешествия туры экстремальные либо путешествие там в какие-нибудь долины пирамиды пещеры по что-то такое как они называются там или мне озера вот что-то такое неизведанное одним словом за пределы как рационального так и рационального здесь очень много профессий могут быть но это не 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 обычный бухгалтер да если это обычный бухгалтер он будет все равно изучать какие-нибудь технологии которые помогают как-то вот быстро структурировать всю систему либо наоборот объединить несколько разных систему там excel добавит и что еще какие-то таблицы есть то есть разные виды то есть не будет какого-то одного направления здесь вот прям систематизация нужно сто процентов вот такая профессия вам нужно что мешает да у нас вопрос бы что мешает найти дело по душе вопрос был ли у вас знаете у кого-то здесь есть дело по душе а кто-то хотел бы иметь это дело вот именно в таком контексте но при этом вы те кто не имеет это дело но у вас есть как идея вы его знаете это не то что новое что-то чуждое вы вы это знаете вы может быть не зарабатываете на нем либо не использовать и может она для вас как хобби только но вы знаете есть часть людей которые уже работают так а есть часть людей которые знает но пока не работает но при этом работает на какой-то другой работе имея в виду вот это вот дело своей жизни что мешает что мешает вам на тень во первых вы как будто бы почему-то ждете какого-то шанса свыше какого-то знака вообще очень интересная такая достаточно пассивная позиция да в плане в ожидании я буду ждать когда вот мне на меня свалится этот шанс либо какая-то подсказка как это сделать знаете вот те кто не работает по этой профессии здесь вот ощущение того что сами мечты сами фантазии в этом направлении и при этом не делание она вас как-то наполняет то есть как-то вот компенсирует вашу потребность работать по душе то есть работать на какой-то другой работе но сами мечты представление визуализация деле вашей по вашей душе она как будто компенсируется и вам не нужно ну то есть вы не хотите ничего делать поэтому присутствует какая-то пассивность ну типа свалится какой-то шанс выпадет мне какой-то куш я возьму а так самостоятельно как-то делать нет почему там что здесь десятка кубков здесь вот я говорю сама идея она вас наполняет то есть не столько дела сколько сама идея того что я могу этим заниматься здесь как-то отвечая на вопрос что вам мешает мне хочу сказать что с одной стороны вам не нужно его находить потому что вы уже знаете какое она и в принципе ничего не делаете а с другой стороны если отвечать на вопрос а почему бы не идея не ничего не делаете то я бы сказала потому что но она вам и не нужно делать как будто бы ничего не нужно вот вам хорошо вот это десятка кубков понимаете она дает она дает вам вот это вот наполнение да то есть когда я мечтаю что то у меня будет профессия такая то я буду это делать вам уже становится хорошо вы как будто бы наполняетесь энергетически и все и вам в этом направлении что-то делать не нужно но а так в принципе вы просто полагаетесь на удачу полагаете на удачу на счастливое стечении с ситуацией обстоятельств что обязательно появится какой-то какой-то шанс вот вы здесь здесь присутствует надежда надежда что это будет если не в этом воплощение то в следующем год точно буду дело да здесь это какая такая уверенность либо если не сейчас то вот на пенсии там либо если не сейчас то вот через 5-10 лет это вот уверенность присутствует хорошо что поможет вам сначала спрашиваю что вам мешает данной тима сказали а что поможет найти преодоление волнения страхов переживаний и башня здесь вам нужно разрушить разрушить свое какое-то восприятие мира да вот у вас какие-то установки стоят вообще то как вы живете здесь нужно разрушить вашу жизнь до основ хочется сказать и начать ее заново с новыми убеждениями здесь те убеждения которые у вас есть вот как я говорю да в плане того что вот я надеюсь на как-то вот она она само собой случится вот это вот вот это убеждение аналогично ему они должны разрушиться прежде чем вы что-то будете делать потому что здесь есть какие-то страхи до неуверенность может быть не получится может быть я не найду может быть она мне не надо а может быть вот это вот эти вот все может быть может быть может быть синдром отложенные некой такой жизни да здесь синдром отложенный работе работы по душе вот он должен разрушить то вы вы должны научиться знаете еще разрушать свои страхи то есть вам страшно вы это делаете глаза боятся а руки делают вот здесь должно быть вот этот мотив он должен быть как девиз он должен быть для вас ведущим то есть вы должны разрушать то что вас пугает у вас ограничения это ваши здесь даже не столь страхи а вот всевозможные эмоции на волнение тревога переживания что я скажу а как я буду договариваться а если это услуги как я буду продавать вдруг не получится вдруг это не востребовано вот и вот эти вот все переживания вот этот вот трепет волнение вот это сотрясание пространства и его нужно разрушать она ни к чему хорошему не приводит вас наоборот вас как-то останавливает и демотивирует на достижение вашего пути причем смотрите аркан мира в плане профессии до либо работы вашей душе он же такой достаточно глобальный и здесь про потенциал про абсолютно новые возможности да у вас огромный потенциал но вот из-за своих то есть вы хотите старший аркан а то что вас останавливает это какой-то вот маленький и вот здесь ощущение того что какая-то маленькая мышь останавливает слона потому что вы хотите это слон но настолько боится вот это вот мыши что из-за нее готов не двигаться дальше вот вам нужно подумать насколько у страха великие глаза то есть и почему почему вы даете силу этому страху управлять вами да то есть кто хозяин кто хозяин причем здесь нету понимаете таких каких-то глубоких страхов как были бы например по луне по великому аркану это то что вы справитесь вы можете с этим справиться если до вас действительно актуально и важно есть может быть и чувство вины здесь могут быть какие-то вот сценарии прошлого здесь просто неуверенность да и сразу могу сказать вам нужно найти либо сменить окружение то в котором вы находитесь найти людей которые будут смотреть с вами в одном направлении либо у не будьте качество который вам необходимо либо либо поработать просто со своими страхами со своими убеждениями потому что они не такие то в принципе и не не такого не такой мощи когда с которой нельзя поработать да то есть здесь можно исправить то есть не такая не такая велика сила этих страхов здесь просто присутствует череда неудач которые вот как-то его заикарилась вас что нет у меня не получится здесь нужно больше уверенности в себе вот этого не хватает мне сказала нужно сменить окружение либо сменить окружение либо дополнить своем окружении тех людей которые будут иметь те необходимые качества которые помогли бы вам выйти из этого страха либо себе проработать эти качества то есть больше там уверенности если вы там боитесь как-то общение коммуникативные какие-то навыки если там боитесь какие-то новых начинаний не может быть вам нужно больше планирования больше ясности то есть здесь надо что-то в себе по башне однозначно разрушить и и выйти из своей зоны комфорта и оставить до оставить то к чему вы привыкли то как вы знаете здесь еще вы же застреваете в том что вам хорошо я не хочу никуда двигаться вот это вот все нужно изменить и тогда до великого вероятность что вы сможете найти но у меня такое ощущение что вот вам как будто бы не очень-то и нужно то есть сама идея мне нравится вот как если бы я допустим там работал там художником либо еще что-то но как если бы да кабы но если этого и нету мне в принципе и так неплохо вот здесь проект позиция номер два красненький камешек двойки смотрим вас для чего вам дело по душе хочется сказать для души до шестерка кубков для эмоций и сразу у нас зависимость выпала прекрасненько потому что вы зависимы да потому что вы зависимая от своего прошлого почему для чего вам нужно что там с этим прошлым который вас как не отпускает для чего вам дело по душе с чем здесь связана зависимость здесь разбитое сердце хорошо а для чего вам нужно дело по душе для того чтобы вы двигались дальше а здесь как будто бы дело по душе вам нужно сразу так подноготную показывает чтобы вытащить вас из своей какого-то с кого его прежнего образа жизни до который был не совсем удачный который вводит вас вот в негативные переживания слезы скорби разочарования какая-то вот такая череда эмоций болезненных там вот из здесь от этого нужно будет уйти а и вот дело да ну она как будто бы как мотивация вот дело для вашей души она вас за мотивирует и тогда стремясь к нему вы сможете изменить свой прежний образ жизни да то есть вот не прошлое а это как вы привыкли то как вы привыкли жить то есть дело вашей души она такое некий такой пинок только здесь не пинок а морковка которая будет вести вас а мне хочется сказать а вы его уже знаете либо либо что но ну а вы уже стремитесь к нему шестерка мечей и императрица вы уже стремитесь вы уже знаете да что здесь люди а это действительно дело вашей души да да солнце вы его причем вы знаете его с детства вот я говорю вот это вот с детства идет у вас с детства вы знали кем вы хотите стать либо чем вы хотите заниматься и вы идете вы идете к этому и где-то на интуитивном уровне понимаете что это изменит вашу жизнь как знаете как не только как моя как какое-то солнышко которое согревает вашу душу вот когда вы думаете о конечном результате этого дела ну то есть то как изменится ваша жизнь вот вам хорошо становится на душе причем не спокойно а именно как-то вот радостно улыбка появляется тепло разливается прям светом наполняется ваша душа здесь вот излучает вот прям излучает излучает этот свет вам хорошо как мед какой-то вы знаете как некоторый который разливается прямо на душе вам становится так классно классно вы очень долго можете говорить про ваше любимое дело но здесь речь идет даже не просто о устном разговоре а передачи какой-то информация именно в письменном виде возможно вы где-то в дневнике записываете о том что вот каково это да когда мечтаете об этом деле либо когда представляете вот как будет тогда либо какие-то идеи либо кому-то передаете в письменном виде рассказываете либо сами днике ведете записи какие-то либо кому-то в письменном виде ну в переписке да либо у вас есть человек какой-то наставник которому вы рассказываете вас мотивирует возможно в детстве вы как-то кому-то рассказывали маме может быть рассказывали либо какой-то женщине узнать чем и важно рассказывали вы знаете вы знаете хорошо тогда второй вопрос у меня здесь что мешает его найти но он не совсем уместный потому что вы ну вы и так знаете им нет прощения что вы уже его нашли но все равно если вдруг кто-то не нашел что мешает вам найти дело по душе королева пендакли и король кубков ну смотрите это могут быть действительно люди да то есть король кубков и королева пендакли либо если мы берем как качество то с одной стороны ваша эмоциональность эмоциональность не умение отпускать прошлые какие-то вот переживания обиды но наша зависимость вышла от тройки мечей вот эти вот горечь и слезы немножечко драматизм вот а с другой стороны по королеве пендакли что мешает вам найти хочется сказать как будто бы желание какой-то вот стабильности что ли ну может быть медлительность тоже такая у вас присутствует основательность вот так скажу а вот именно вот то что я хочу чтобы это было вот все основательно чтобы это было вот прям все как у перфекциониста вот что вот прям что-то у меня сегодня у головы все греческие слова лесу я не могу включиться на русский язык что все было идеально да вот чтобы все было вот прям очень очень хорошо чтобы вот с первого раза и все например если вы хотите открыть свою галерею да то вы не делаете акцент на то что вот я открыла допустим своих мечтах фантазиях у меня и своя галерея люди заходят туда любуются картинами нет вы в своих визуализациях представляете какие стены будут какие вот будут картины каким не будет рама на какой высоте они будут висеть вот обращайте внимание на какие-то детали и понимаете исходя из этого понимать что ага здесь вот на для этой рамы на эту картину мне например надо столько денег а у меня их нет да и вот это вот как-то вас огорчает и ну вы говорите нет значит я не открою потому что у меня нет вот такого капитала чтобы вложиться в это да то есть вы не делаете акцент на то что люди же придут им же это нравится и они будут покупать как картины и если есть такая то необходимость да ну например есть такая цель у галерея же не знаю либо там я буду проводить какие-то мероприятия мы будем собирать деньги будем отправлять на благотворительность вот вы на это не делать акцент вы делаете вот а какие будут шторы какие будут горды на какие там будет света какая будет подсветку что-то такое мне здесь идет и вот это вот ваша основательность она как будто бы мешает в достижении своей вот этой профессии по душе да то есть короче говоря ваш перфекционизм перфекционизм и чрезмерная эмоциональность мешает вам найти и аркан перерождения а вы знаете вы здесь вы как будто бы вы еще и боитесь вы не принимаете уже не принимаете эту жизнь здесь ощущение того что вы уже можете иметь то что вам здесь хочется но вы понимаете что это понесет какие-то масштабные изменения в своей жизни и вы не готовы переродиться не знаю здесь такое чувство что вы привыкли как будто бы быть в тени и вдруг неожиданно ваше дело вот этого солнечное проявленное яркое когда вы будете на виду у всех вам как-то в мечтах очень комфортно классно но когда если бы это было на самом деле вы понимали что вот я буду больше времени экстравертом а я по своей душе интроверт и нет как-то не очень нравится то есть здесь вам нужно будет переродиться вы не готовы к этому а чтобы может вам найти ваше дело по душе да просто сделать выбор выйти из своей луны и девятка кубков насладиться самой идеи до насладиться самой идеи и состоянием ресурсов здесь вам ресурсов не хватает и как обычно у двоек до сделать сделать выбор в это направление перестать себя как-то вот накручивать в негативном аспекте что у меня не получится что я не могу сделать как-то выбором не чего-то не хватает вот то что я говорила да ранее когда говорил что вам мешает вот этот ваш перфекционизм здесь не такое чувство что когда вы что-то создаете вам нужен помощник и вот вашем окружении всегда вот именно для двоечек всегда есть люди земного порядка то есть вот именно у вас я не знает может быть ваши партнеры ваши дети такие люди хочется сказать примитивные в контексте материального плана то есть это люди не духовные это люди не творчество этого прям люди приземленные это люди которые хорошо разбираются материальном плане это люди которые знают всегда где можно что купить как купить это люди которые работают руками это люди которые вообще не читают литературу и мне интересно это люди которые будет предпочитать магазин и сделай что-то своими руками нежели там я не знаю моделирование либо там собирание искусство какое-то нет то есть вот вот вам такие люди нужны и не случайно вашем окружении такие люди потому что именно пендаклевые люди да как вы и кубковые в тандеме с пендаклевыми вы именно в тандеме вы можете создавать как раз таки вот в той профессии который вы по душе да в том в том деле которое вы знаете вы сможете только в тандеме очень хорошо развиваться потому что вам нужен человек как он называется завхоз вот завхоз вам нужен хороший совхоз который скажет так что нам нужно галерея прекрасно давай будем смотреть сколько стоит квадратный метр чтобы снять в аренду вот в этом районе столько то есть это для вас настолько чуждо для вас это вот настолько вне вас ну прям действительно какой-то чужой это что а для этого человека его такая понятная стезя а поэтому вашем окружении всегда есть педаглевые люди ищите таких людей таких завхозов которые вам все распишут и скажут вот это сделать надо вот это сделать туда пойти так потом вот это то есть как бы делегировать им но при этом находиться в тандеме либо это просто может быть человек как советник я не знаю который он будет подсказывать здесь дело в том что вот вы смотрите как-то масштабно а для того чтобы вам реализовать то что вы хотите нам вам надо вот этот большой кусок разбить на части и вот по маленьким маленьким частям знаете вы как по лестнице как мы поступаем то есть когда вы смотрим что вам надо там на пятый на девятый этаж подняться боже как это тяжело а когда ты смотришь что до одного проема до другого пара проема там десять ступенек и догашеке мне надо пройти только эти 10 мозга ртуки давай шагать вы начинаете шагать прошли 10 окей смотри сколько я уже прошла 10 надо еще следующий 10 и глядишь так 10 10 10 10 и дошел до своего этажа вот здесь вот про это только для того чтобы вот эти вот проемы считали вот эти вот ступеньки не проема пролеты по-моему да как они называются может быть я неправильно говорю вам нужен человек который будет вас в этом направлять вот тогда у вас все получится но если отвечать на вопрос дело вашей душе да да вы его знаете вы его знаете и вы движетесь в этом направлять направлении так троечки троечки смотрим вас знаете нет сначала для чего вам дело по душе для чего вам дело вашей душе тройка мечей да чтобы излечить свое сердце чтобы включить на эти как-то вот с одной тройки на другой с мечевой на педакли вы переключаемся даст с головы на на землю для того чтобы как-то вот начать уже что-то делать хочется сказать я уже как будто бы устал о чем-то думать как-то переживать волноваться давай я уже займу делом вот что-то такое здесь ощущение того что вы хотите вкладываться да то есть есть такая вот потребность уже его что-то вкладываться что-то создавать не думать а правильно ли это моё не моё уже хочется делать вот здесь прям такая очень потребность такое ощущение что вот даже если вам дали любую другу не не только ваше дело любую какую-то идею и она вам мало-мальско понравилась бы вы бы прям с ринулись в бой главное чтоб не за когда-нибудь франшиза обязательно да то есть когда готова идея и вам это нужно просто воплотить и вот вы бы уже воплощали причем знаете так интересно я ведь не случайно наверное сказала франшизу может быть это и есть какое-то ваше дело но для чего вам нужно все-таки возвращаемся к вопросу для чего для того чтобы начать уже что-то создавать что-то во что-то уже вкладываться до движение вот вам просто не хватает движение устали устали от мыслей своих а самого себя хочется сказать я уже устала своего самого себя от того что как-то надо переключиться с головы на руки и сделать вот именно вот это вот переключение вам не хватает то здесь не сам не само дело важно а именно переключиться чем-то заняться чем-то другим вот другое это и есть как будто бы дело мне хочется сказать а вы знаете знаете свое дело по душе здесь по-разному здесь есть люди которые как-то узнаете говорят сомневаются сомневается то чем я занимаюсь сейчас это мое дело или нет потому что выпал аркан умеренности здесь он так изображен как ангел который смотрит как-то на небо в таком взгляде а мое ли это ты точно уверен но причем вы знаете вот какая-то вот усталость присутствует идет не от этого аркана я устал уже дай мне дай как ты устал от поисков а устала всего мне уже не важно чем заняться либо уже заняться делом есть такая категория есть и другая категория людей которые уже работает до занимаются своим делом но я не могу сказать что вы как-то вот успокоились что нашли всегда есть такая такое ощущение соблядка вот кто-то работает дал казалось бы это уже ваше дело но как соблядка вы знаете как сейчас почему-то скажу про мужчин хотя не факт женщин тоже так делать знаете вот я живу например не скорее всего женщина так мыслят я не думаю что мужчины так мыслят с одним человеком и всегда как-то с оглядкой а вдруг где-то там есть мой человек да и вы можете прожить 10-15-20 лет с одним партнером и все время с этой мыслью что а вдруг я где-то упускаю где-то там есть мой партнер а я живу сейчас этим и мучаюсь а там где-то есть моя вторая половинка вот здесь из этой категории что я вот сейчас занимаюсь этим делом а где-то есть моё дело который меня ждет это как раз кита категория людей которые смотрят всегда расклады про предназначения где моё как найти свое предназначение вот это вот про вас я вас разочарую скажу что то чем вы занимаетесь это ваше признанное значение это уже ваше предназначение то есть не ищите там просто переключитесь и включите включите в то что вы делаете на сто процентов потому что выпадает рыцарь копов как говорящий о том что это уже состояние вашей души здесь понимаете здесь не столь важно с одной стороны здесь как подсказка идет что вы уже находитесь в нужном времени в нужном месте и занимаетесь нужным действием а с другой стороны как подсказка о том что не важно чем вы занимаетесь главное чтобы вы это дело не то чтобы любили а чтобы она приносила вам удовлетворение вот это может быть все что угодно главное чтобы вы от этого получали удовольствие для того чтобы вот ваша душа она была спокойна если то дело чем вы занимаетесь оно приносит вам какое-то вот успокоение успокоение не в плане засыпания бездействия а в плане вот хорошо это как знаете так иногда наполнишь ванну горячей водой зимой когда холодно да залазишь и ой какая какое блаженство да какой блажь вот 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 про такое состояние здесь я говорю это это уже вот у меня такое ощущение что вы уже нашли только почему то вы в этом не верите в это но кто-то здесь сомневается что это не мое и куда-то смотрят еще на сторону не надо вам смотреть на сторону вы вы уже нашли свое дело уточню еще раз нашли свое дело ну вот двойка кубков как может сказать двойка кубков нет конечно вы нашли свое дело но здесь не принятие понимаете вы вы не принимаете по какой-то причине вы не принимаете что это ваше вот вот это вот ощущение что где-то там трава зеленее где-то Там я бы смог реализовать свой потенциал. Либо занимаетесь у вас, например, потенциал на три профессии, условно говоря. Художник, психолог и еще кто-то. И артист. И вот вы занимаетесь, например, художеством, рисуете, передаете свои картины. И у вас есть вот это ощущение, что если бы я был артистом, либо если бы я принимал людей, был бы психологом, ну какая-то другая ваша способность, вторая, третья, тогда было бы лучше. Здесь такое тоже есть. Поэтому, да, да, вы нашли. А есть маленький процент того, что, а вам, а мне и не нужно искать. Есть такие люди, которые, маленький процент, процентов 3-5, да, из вас, которые говорят, да, мне и не нужно искать, мне и так хорошо. Окей, вообще замечательно, вообще супер. То есть, а мне и не нужно искать. Я так это смотрю на всякий случай, потому что мне нравится смотреть на вас, Илья. Благодарю. Какого-то такая информация пришла. Хорошо. А что мешает вам найти, да, если вдруг, если вдруг кто-то не нашел? Что мешает вам найти? Семерка мечей. Вот то, что я говорила, хитрость. Да, то есть вы обманываете. Обманываете в том, что либо вы ищете, либо, я не знаю, что оно вам нужно. В чем обман, луна? Ну вот, скорее всего, вы обманываете в том, что вот я не понимаю, да, я вот это вот, у меня нету ясности, я не понимаю, как найти мое дело, либо в чем оно мое дело. Здесь вы занимаетесь самообманом. Мне хочется спросить, а почему вы себя обманываете, либо для чего вы себя обманываете? Четверка жезлов. Да, потому что не хотите каких-то трудностей и все. Либо просто хотите, чтобы было хорошо, был праздник, не надо было париться. То есть, знаете, может быть, у вас такое есть убеждение, которое говорит о том, что когда я нахожу свое дело, у меня вот все идет вот прям в учен. Все хорошо, я нахожусь в потоке, и люди ко мне идут, и я в приподнятом настроении, и деньги у меня валом. Не знаю, почему это слово пришло, может кто-то так говорит. Лопатой гребем. Да нет, почему? В любимом деле тоже могут быть какие-то форт-мажоры, могут быть какие-то трудности. Ведь вопрос не в деле, а вопрос в вашем отношении. Просто когда это ваше дело, оно вам проще дается, потому что у вас есть уже эти навыки, у вас есть эти уже способности. Но это не говорит о том, что вы не можете сталкиваться с трудностями. Здесь какое-то неправильное убеждение. Подумайте над этим, откуда оно у вас появилось. У меня такое ощущение, что вот это чужое, это не ваше. Просто веяние, какая-то мода, как говорят, вот найдешь свое дело, и у тебя все попрет. Вот здесь про это. И вы как будто бы по четверке жезлов ожидаете, что когда же попрет. И поэтому может казаться, что вы не занимаетесь. У меня не прел, значит, это не мое дело. И вы даже не рассматриваете о том, что, может быть, просто что-то вы неправильно делаете. Надо как-то откорректировать. Либо вас вообще никто не знает. Вы как-то себя не презентуете, мало о себе говорите. То есть, я не знаю, например, таролог. Да, это мое дело, я это чувствую. Но я об этом нигде не говорю. Ну, а как тогда придут? Либо, я не знаю, если и говорю, то у меня просто есть расклады. У меня нет каких-то дополнительных услуг. Ну, как тогда люди приходят? То есть, они придут посмотреть, а услуг-то у вас нет. Вы боитесь, например, проводить личные консультации. Вот, и отсюда у вас и нет денег. То есть, здесь нужно немножечко разобраться. Вы обманываете себя в том, что у вас луна. Что вы не выбрали, вы не выбрали правильное... Здесь самообман идет. Что я не могу выбрать, либо я не понимаю, либо это не мое дело. Вот в этом. Что вам поможет найти, если вы не нашли? Что вам поможет? Выйти из состояния повешенного. Посмотреть на ситуацию под другим углом. Да, то есть, по аркану семерки мечей, по хитрости. И не посмотреть туда, кого вы обманываете, а посмотреть внутрь себя, что от своей совести не убежишь. То есть, мы можем говорить все, что хотим, но внутри-то мы знаем прекрасно, что мы сами себя обманываем, что мы сами себе лжем. Боже! Поэтому аркан повешенный. Что поможет? Здесь вот прям великие арканы стали выпадать. посмотреть на ситуацию по-другому, пересмотреть по другим ракурсам. Посмотрите, что, а действительно ли я не нашел? Может быть, я уже работаю, просто у меня нету осознания. Иногда такое бывает. Знаете, еще раз повторюсь с этим опытом, с этой мыслью, убеждением по поводу партнерства. Вот я живу 20 лет, и где-то там находится моя вторая половинка. А потом наступают иногда такие моменты, когда что-то случается с вашим партнером, болезни, либо какие-то трудности. И вы как-то смотрите, начинаете смотреть на него по другим углом и осознаете, что, а ведь действительно этот человек обо мне заботится, а ведь действительно этот человек столько со мной всего прошел, что это действительно мой человек, только у меня не было этого осознания. Вот здесь про это. То есть, вам нужно посмотреть. Вы просто смотрите как-то по привычке. Посмотрите глазами других людей. Может быть, там, я не знаю, людей, которые вас не знают. Иногда, это же еще бывает так, у вас складывается мнение, впечатление о человеке, с которым вы очень много лет общаетесь. А потом этот человек как-то знакомится, не знаю, может быть, на работе. Допустим, это ваш муж. И вы приходите к нему на работу, а там новый работник. И вот он начинает вам рассказывать про вашего мужа, про вашего партнера какие-то положительные качества. Ты знаешь, а вот он оказывается отзывчивый, человек такой щедрый, либо человек душа компании. Вы так смотрите, и что-то у вас начинает в голове переключаться, что как так? А дом он такой, а с друзьями он другой, то есть он, наоборот, закрытый, он какой-то хмурый. И у вас возникает вопрос, а почему, да? А может быть, я что-то делаю не так, да? Может быть, что-то не нравится ему, либо что-то его мешает, что-то напрягает. И поэтому он на улице один, а дома другой, может быть. И вот когда приходят такие понимания, да, какие-то инсайты начинают срабатывать. Ты начинаешь по-другому. Поэтому меняется ваше восприятие этого человека, вы становитесь другим, и люди вам это показывают. То есть этот человек, он становится, не он становится другим, а он реагирует вас по-другому, на вас по-другому. Почему? Потому что вы стали реагировать по-другому. Если вы раньше пилили, а теперь стали больше хвалить, то, конечно же, реакция другого человека, она изменится. Ну как это? То на меня все время, я не знаю, там, не удовлетворены были, а теперь вдруг меня хвалят. Что-то тут не то, да, и человек постепенно-постепенно меняется. Вот здесь про это, что вам поможет, да, найти дело, кто не нашел. Ну я лучше скажу не то, чтобы найти дело, а пересмотреть свое отношение. Посмотрите под другим углом. И у нас здесь выпала император. И возьмите, наконец-таки, ответственность. Скажите, что это мой выбор. Вот я выбрала вот этого человека. И я с ним 20 лет живу. Ведь я живу почему? Потому что я этого хочу в глубине души. Потому что если бы вы не хотели, то одну отмазку бы нашли, бы встали и ушли. Насколько бы трудно, сложно не было, да. Но если мы живем, значит, что-то нас сдерживает. Помимо, там, я не знаю, каких-то вторичных выгод. Все-таки, как говорится, привычка, зараза, такая сила, что иногда разрушить какие-то установки, те, которые мы привыкли, достаточно сложно. И наше желание внутреннее, оно должно быть очень мощным, сильным, таким толчком. То есть эта искра, она должна настолько загореться, чтобы сказать, что вот, нет, все, я больше так не хочу. И вы встаете и уходите. Это и есть ответственность, как раз-таки по императору. Но вам нужно взять ответственность за свое дело и сказать, нет, я выбрал, и все. И, опять-таки, на примере личных отношений, да, когда кто-то вам начинает говорить, например, про вашего мужа, например, вы не будете вступать в что-то негативное, вы не будете вступать в диалог. Ведь это ваш выбор. То есть, когда кто-то осуждает вашего партнера, ваша задача, неважно, мужчина вы или женщина, на, как говорится, на глазах другого человека, на улице, да, вне дома, защищать своего партнера, каким бы плохим он ни был. Почему? Потому что это ваш выбор. И когда кто-то осуждает другого человека, близкого вам, дети, свекровь, неважно кто, это ваш выбор, вы должны его защищать. Потому что, обесценивая, когда другой человек начинает критиковать вашего мужа, жену, неважно, начинает критика, а по сути она что делает? Она обесценивает, потому что люди не умеют давать конструктивную критику. Хочется другое слово сказать, что они делают. Они, по сути, обесценивают. И обесценивая этого человека, получается, что они обесценивают ваш выбор. И вот здесь вот этот вот вопрос в контексте даже вашей профессии, когда вы начинаете сомневаться, вы обесцениваете. А если вы обесцениваете свой труд, свое дело, то кто вам будет платить за то, чего вы сами не цените? Вот прям для кого-то это еще сейчас вот в этот момент щелкнуло что-то, и это очень хорошо. То есть прекратите обесценивать свой собственный выбор. Если вам уж настолько некомфортно, переизберите. Переизберите. У вас есть это право. То есть судите и больше никогда не думайте об этом деле. Займитесь чем-то другим. Но никогда к нему не возвращаетесь. Вот. Либо если уже остаетесь в этом деле, любите его до конца, по-настоящему, всей своей душой. Вот это вот и есть работа по душе. У вас здесь по умеренности вот эти вот качели есть. Нету принятия. Нету вот этого смирения с хорошей точки зрения, с точки с миром. То есть есть мир. Не то, что я поклоняюсь и все сдался. А смирение это с миром. Я иду с миром. Я это принял. То есть я иду в ногу со вселенной. Я иду в ногу с миром. Я смирился. Я принял. И я буду вкладываться в это и отстаивать. И то, что я говорила про отношения, во вне, во внешнем мире, да, как мы говорим, никогда не выносим ссоры из СБ. Это ведь не случайно. Во внешнем мире мы всегда будем отстаивать своих людей, своих детей, своих мужей, жен, там, не знаю, родителей. Но дома вы можете говорить все, что хотите. Это ваш мир. Да, то есть вот в доме вы можете высказывать свою точку зрения, свое какое-то недовольство. Но на людях это не лицемерие. Это просто правильный подход. То есть вовне это, как бы сказать, это продолжительность вас самих. То есть дети, это вы сами, это часть вас. То есть партнер, вы его выбрали. Муж, жена. Это ваша часть. То есть когда вы это не принимаете, получается так, что свою руку я не принимаю правую, а левую я принимаю. Так нельзя. Вовне вы должны это отстаивать. Дома делайте, что хотите. Это вот ваш мир, ваши границы, ваш штыл, можете там ссориться, мириться, делать что угодно. Но вовне вы должны отстаивать. Это очень хорошо. Вот это вот убеждение сейчас. Кому-то оно может быть чуждо. Но если вы пофилософствуете, немножечко посозидаете над этим, вы заметите, это есть в исламе такой очень хороший вот этот вот момент. В плане того, что если муж говорит на люди, что сахар черный, то жена будет говорить, что это сахар черный. Нет, потому что она такая покладистая. А потому что это как раз таки... Как это сказать? То есть если она будет возражать, что нет, я же знаю, что это белое. Она по сути обесценивает своего мужа. А она его должна поддерживать. Дома она ему может сказать что угодно. Ты что, вот почитай литературу, сахар всегда был белым. Ты что, дальтоник что ли? Это другой вопрос. Воспитывать дома. Вне это вы едины. То есть вы должны показывать, ведь это ваш выбор. Вы едины, вы сила, вы мощь. Вы должны показывать силу своего дома. И, ну, то есть, в общем, сейчас не про это не буду говорить, но подумайте. В общем, если я сказала, значит в этом есть какой-то смысл для вас. Вот такой у меня был расклад и третья позиция. Итак, чем вам перекрыть? Давайте императором перекроем. Нет, да. Императором перекроем. Жду ваших комментариев. Мне всегда интересно читать комментарии. Я вообще очень-очень рада, так ручки протираю, да? Это вот мое выражение. Радости в плане того, что вот у меня на канале люди пишут свои истории, да? В плане чего? Что в плане не просто как-то в негативном ключе, да? А вот позитивном, что вот я уже это проработал, у меня это получается, что вот вместе с вами, Елене, я расту, я уже это умею, я уже это узнаю. Все по полочкам разложилось. Это огромная мотивация для меня. И я радуюсь, что вот именно через расклады, через свою информацию, которую передают через меня, не я передаю, через меня передают, что-то хорошее мы вместе с вами создаем. Вот на такой позитивной ноте я закончу. И жду вас на следующих раскладах. Не забывайте, пожалуйста, о Блиц, консультации по выходным. Мне очень нравится, когда вы приходите на них. Вот. Не потому что они платные, потому что вот личный контакт мне очень нравится. То есть одно дело, когда ты держишь общие расклады, а другое дело, когда ты все равно узнаешь как-то, не знаю, какая-то близость какая-то, присутствие, какая-то настоящесть, да. Ну так-то я вас не вижу, вы меня видите. Да, конечно, у меня есть ощущение в этом виртуальном мире, что вы там все смотрите, да, на меня. Вот. Каждый из своего дома, вас много, а тут вот прям живой контакт прямой. Это очень, это по-другому, это по-другому. Все, сегодня на меня прям поток такой нашел, да, снижение. Прощаюсь с вами. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok